Накануне глава округа Евгений Корж провел два приема для граждан. Уссурийцы обратились с насущными проблемами. Все были услышаны. Выездная комиссия отправилась в рейд по локациям, которые волнуют горожан. В первом списке на посещение стало садовое товарищество «Восход», где люди страдают из-за недобросовестности соседей. Проблема, скорее всего, садоводов наших, которые не следят за руслом, которые прилегают к их участкам. На кадрах хорошо видно состояние водоема. Хозяин участка превратил реку Кореянку в склад для мусора. Шины, строительные материалы, бытовые отходы. Из-за захламленности на своем пути поток нашел другой и подтопил территорию Алены Фединой и ее семьи. Кроме того, выездная комиссия обнаружила забор, который построен незаконно. В ближайшее время сотрудники администрации округа свяжутся с руководителем садового товарищества «Восход» для решения проблемы. Я не знаю вообще, что делать. Я говорю, у меня дети, мы просто убегаем. Это мы уберем. Затем глава округа Евгений Корж и сотрудники администрации города посетили улицу Анучинскую. Собственники этих участков получили землю по федеральной программе помощи многодетным семьям. Уссурийцы обратились за помощью в улучшении состояния дороги. Здесь тоже проблемы в дорогах. Но у нас проект будет в конце октября месяца сделан по дорогам, по всему микрорайону. Там нужно 290 миллионов. Нам будет край помогать. И у нас есть свои деньги. На выездном совещании главы округа Евгения Коржа внимание выездной комиссии привлекло сооружение, в котором затруднен проток воды. Уже определили план по устранению проблемы. Составление смет, расчет объема работ, углубление и восстановление кювета, отсыпка дорожного полотна. Срок выполнения – 2 недели. Полина Мельниченко, Алексей Максимов, Телемикс.